Здравствуйте, друзья! С вами Дина! Добро пожаловать на мой канал «Коллекция рецептов». Сегодня приготовим сдобное дрожжевое тесто для несладкой выпечки. Из этого теста получаются замечательные пироги, кулебяки, пирожки, сосиски в тесте, лепешки и рогалики. Готовить буду двойную порцию, это без малого 3 кг готового теста. А в рецептуре, которая будет в конце видео и в описании, укажу количество продуктов на одну порцию. Приступаем к приготовлению. В чашу, в которой будем замешивать тесто, выливаем теплое молоко, всыпаем ложку сахара и добавляем свежие дрожжи. Тщательно размешиваем, чтобы дрожжи растворились. Высыпаем несколько ложек просеянной муки и хорошо перемешиваем венчиком. Готовим так называемую опару, чтобы активировать дрожжи. Убираем чашу в теплое место и буквально через 10-15 минут, если дрожжи свежие, на них появится пышная дрожжевая шапочка. Вот как хорошо подошли дрожжи, добавляем в чашу соль, оставшийся сахар, слегка взбитые венчиком яйца, сметану и выливаем растопленное сливочное масло, оно должно быть теплым, но не горячим. Все тщательно перемешиваем, чтобы соль и сахар полностью растворились. Затем частями добавляем просеянную муку и начинаем замешивать тесто. Пока масса жидкая, ее удобно перемешивать венчиком. Как только тесто загустеет, продолжаем вымешивать руками. Всю муку сразу не добавляйте, так как мука у всех разная. Замесить тесто можно и в планетарном миксере, но я люблю это делать руками. Как только тесто вберет всю муку, вливаем в него половину растительного масла и начинаем интенсивно замешивать. Вымешиваем тесто минимум 5 минут. Затем оставшимся растительным маслом хорошо смазываем чашу и само тесто, чтобы оно не заветрилось. Вот такое тесто у нас получилось. Накрываем чашу пищевой пленкой, влажным полотенцем или, как в моем случае, крышкой и убираем в теплое место подходить. Как обычно, я использую для этого духовку с включенной лампочкой или режим «Минимальный нагрев». В таком случае, при закрытой дверце духовки, там создается температура 35-40 градусов, что оптимально для подъема теста. Спустя 40 минут наше тесто прекрасно подошло, достаем его. Вы только посмотрите, какое пышное тесто! Присыпаем рабочую поверхность мукой, аккуратно выкладываем тесто из чаши, подбираем края к центру и переворачиваем. Наше сдобное дрожжевое тесто для несладкой выпечки готово. Если вы обратили внимание, то я не сделала ни одной обминки теста. Даю ему хорошо подойти только один раз, так как с каждой обминкой дрожжи теряют свою силу. Из хорошо подошедшего теста формую изделие, и второй раз тесто будет подходить во время их расстойки. А в следующем видео будем готовить из этого теста пирожки, запеченные в духовке. Если вам понравилось это тесто, ставьте лайк. Поделитесь видео с друзьями и оставьте свой комментарий. Подписывайтесь на мой YouTube канал «Коллекция рецептов» и нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале также есть рецепт сдобного дрожжевого теста для сладкой выпечки. Посмотрите, если вам интересно. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов!